Борис Виам, пенсионер. Чтобы выйти из лицея, вы проходили корпус младших классов и высокую серую стену, окружавшую двор старших классов. У стены росли деревья. Земля была покрыта шлаком, который здорово скрипит, если на него ступить подбитыми гвоздями башмаком. Лагриш, Робер и Тюрпен, которого в зависимости от настроения звали то Тюрбаном, то Чюрбаном, неслись к выходу. Высокая решетка лицея выходила в усланный замшевыми плитками переулок, который вел к скверу со скверными платанами, отделявшими ее от проспекта императрицы. Менее взыскательные ученики довольствовались игрой в шарики в сквере, которые они находили как нельзя более подходящим для треугольника, кружка или других фигур, которые в части упоконников этого благородного спорта. Но Лагриш, Робер и Тюрпен отдавали предпочтение пенсионеру. Этот старый пень-пенсионер ходил с резиновой тростью в выцветшей шляпе и старым пальто. Передвигался он, скрючившись, вместо волос слипшаяся мочалка непристойного цвета. Верный своим привычкам, предмет их страсти ровно без двенадцати двенадцать появлялся у ограды лицея. Лагриш первый подметил сходство его походки с поступью индейца на тропе войны. Итак, отстав метра на три, они шли гуськом вслед за ним. По проспекту императрицы он доходил до проспекта маршала Дюму. Там троица убегала направо, чтобы не пропустить поезд в двенадцать сорок пять. А пенсионер шел налево, удаляясь в неизвестном направлении. Вся жизнь теперь заключалась в игре, а тип оказался не то глуховатым, не то придурковатым. И терпеливо сносил отборные ругательства и издек, на которые не скупились Робер, Лагриш и Чурбан, чье настоящее имя, как известно, Тюрпен. Великие открытия нередко совершаются по воле случая. Вот и в тот четверг, пробегая вдоль стены, Лагриш совершенно случайно растянулся в авестерос на шлаки. Он слегка ободрал коленку, что не имело никакого значения. И вставая с земли, поднял замечательный круглый камень. Он мог потягаться с любым шаром для игры, но это был еще и настоящий камень. Лагриш крепко сжал его в руке. В тот день у Робера появилась забавная идея. Он придумал, что горб у пенсионера резиновый и подпрыгивает, как мяч. Не успел еще Лагриш осознать все это, как рука его. Опережая доводы рассудка, бросила камень, и тот с глухим звуком врезался прямо в гору. Прежде чем пенсионер успел обернуться, три хитроумных сил уже скрылись за деревьями. И наблюдали, как он, над треснутым голосом, призывает небеса в свидетели своих несчастий. Зрелище было поистине восхитительное. «Ну ты даешь взволнованно», — прошептал Робер. «Представляешь?» — сказал Чурбан. «Он-то думает, что на него что-то с дерева свалилось». Лагриш раздухся от удовольствия. «Чего? Там ерунда, а горд-то резиновый». Приятели посмотрели на него с восхищением, а пенсионер, ругаясь и время от времени оборачиваясь, пошел дальше. Теперь они могли идти за ним, только перебегая от дерева к дереву. И все это придавало игре особый интерес. Игра с каждым днем совершенствовалась. Чурбан, Лагриш и Роберт состязались с изобретательностью. На уроках рисования папаши Мишона они с любопытством мастерили модернизированные снаряды, наполненные разного рода жидкостями, чернилой. Слюной, смешанной с толченым мелом, разведенными водой кусочками краски спар. Во вторник, на следующей неделе, Роберто осенил. Он напрудил прямо сверхмощную бомбу, которую тут же в момент изобретения нарекли атом. В среду Чурбан, не желая отставать, принес маленькую игрушечную стрелу латулка, которую они основательно пропитали ядом, обработав настойкой из мокрицы. Когда стрела вонзилась пенсионеру в спину, он остановился, как вкопанный, и резко разогнулся. Друзья думали, что он развернется, и как матерый пепрь ринется на них. Но тот ничего не сказал, и через минуту согнулся еще ниже, покачал головой и пошел прочь, не оборачиваясь. Перья стрелы маленьким голубым пятнышком выделялись у него на спине. Назавтра Робер и Лагриш не находили себе места. Они вошли в азар. Нужно было любой ценой переплюнуть Чурбана. У Лагриша был в запасе еще один неплохой замысел. Когда они, как обычно, выслеживали свою жертву, Лагриш выскочил из-за деревьев и стал краской. Следом за пенсионером так близко, что, казалось, прирос к нему. Потом вдруг остановился, отстал на несколько шагов и подал знак приятелям, чтобы привлечь их внимательно. Вот дает, выпалил Робер вне себя от нетерпения. Чурбан ничего не ответил, он завидовал. Лагриш разбежался и, как в чехарде вскочил верхом на гор, старик покачнулся. Но все же устоял на ногах. Но, Кляча, пошла! Кричал Лагриша. Старик так резко повернулся, что Лагриш не удержался и свалился на землю. Пока Лагриш поднимался, старик вынул из кармана выду. В руке он держал пятизарядный револьвер старого образца. Медленно и старательно он всадил все пять пуль в Лагриша. После третьей пули Лагриша еще пытался подняться. Потом он рухнул и затих. Старик продумал ствол револьвера и опустил его в карман. Робер и Чурбан удивленно смотрели на Лагриша и какую-то непонятную лужу, образовавшуюся у него под поясницей. А пенсионер тем временем шел дальше. На перекрестке он свернул налей. На проспект Маршала Дюб.